Наталья Водянова с семьей в Мурманске и наслаждается суровым климатом. Супермодель устроила для себя и своих старших детей, выросших за границей, русские каникулы. Это не просто путешествие, а съемки документального сериала с особой миссией. Морозную фотографию на фоне атомного ледокола на своей странице Наталья подписала так. Таинье льдов в Арктике – одна из серьезнейших экологических проблем в мире. Лариса Долина, похоже, не собирается на пенсию. Певица завела инстаграм и не сидит дома на карантине. В свои 65 она молода душой, да и внешне еще готова многим дать фору. На золотом граммофоне Лариса Александровна появилась в роскошном приталенном платье в пол и с глубоким декольте. Стильный образ завершил высокий хвост из длинных прямых волос и вечерний макияж. Арнольд Шварценеггер поздравил свою старшую дочку с днем рождения и выложил по этому случаю в инстаграм фотографию из семейного архива. «Ты яркий свет в моей жизни и я так горжусь тобой», написал звездный отец. Кэтрин исполнился 31 год, она успешная писательница. В детстве часто бывала с папой на съемочной площадке. Возможно, поэтому в мужья выбрала актера Криса Претта, прославившегося после фильма «Стражи Галактики». Сергей Шнуров готовится стать папой. Об этом скандальный шоумен объявил в своем аккаунте нежными стихами без единого бранного слова. «Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да еще кошки. И в улыбке расплываюсь робкой». Два года назад Шнуров женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше его. А на прошлый Новый год певец и поэт заказал прибавление в новой семье. Да и карантин, по его собственному признанию, пошел влюбленный паре на пользу. У Сергея есть двое уже взрослых детей от предыдущих браков. Для Ольги это будет первенец.